АПЛОДИСМЕНТЫ Скажите, пожалуйста, если предназначение уже найдено, творческое, но денег не приносит, если уделять много времени и силы работе, то для развития предназначения сил остается мало, а если больше развивать предназначение, меньше удается зарабатывать. Как найти золотую середину? Хороший вопрос. Спасибо. Ни то, ни другое. Одной жене сказал, что пошел ко второй жене, второй сказал, что к одной. Отсамный чердак учиться, учиться и учиться. Анекдот проведения. С темой работает по-другому. Надо силы забирать от работы, работать, но немного сил вкладывать. Предназначение много сил не вкладывать, вкладывать силы в духовную жизнь. Потому что, видите, вы объяснили, что вас не хватает кармы хорошей заниматься своим делом. Карма хорошая и судьба получается только свыше. Понимаете? Когда человек начинает очищать свое существование с помощью духовной жизни, его уровень развития личности повышается. И тогда он с помощью любимого дела уже сможет зарабатывать деньги, потому что он стал более развитым для этого. Мы уже говорили с вами на прошлых лекциях, что человеку всегда по судьбе дается возможность где-то зарабатывать деньги. И чаще всего это нелюбимое дело. Почему? Потому что тебе просто вот дана судьбой возможность работать, потому что больше ты ни на что не способен. У тебя есть уже, ты чувствуешь, что тебе может дать счастье в труде. Но ты не готов еще, ты не развит, понимаете? Ты не готов этим зарабатывать на жизнь. Тогда просто займись духовной практикой и развивай себя как личность. Придет время, и ты сможешь зарабатывать себе на жизнь своим любимым делом со временем. Но если ты будешь вкладывать или в творческую свою деятельность, или в работу силы, то от переменной неослагаемых сумма не меняется, понимаете? И ничего не изменится. Все будет то же самое, потому что энергетический уровень человека не повышается от этого. Видите, опять кошка чем занимается? Идет вперед. Она не хочет смотреть, например, на причину. Причина проблемы в современном обществе только одна – бездуховность. Мы не подключены к источнику. У нас нет силы, мы вареные ходим. У нас нет силы развиваться, нет возможности жить. Мы не чистые, грязные. Мы не сильные, слабые. Причина – нет энергии, нет силы. Мы подключены к телевизору, а не к иконе. Телевизор силы не дает, он ее сжирает. В этом вся проблема, понимаете? Люди в прежней культуре с утра молились, днем молились, перед едой молились, после еды молились. Они всегда соединялись с источником. Сейчас у нас посередине стола что стоит? Икона? Икона посередине стола стоит? Праздник. Бутылка стоит. А в углу, где икона стола стоит? Нет, телевизор. Мы поклоняемся телевизору. Одноглазый духовный учитель. В этом проблема вся. Если человек эту проблему не поймет, что он источник не подключаться не будет, не решаться проблема. А если вы хотите жить с закрытыми глазами? Олег Геннадьевич, вы так и не ответили на вопрос, как мне стать счастливой? Да никак. Никто тебя счастливой вот так раз, Олег Геннадьевич, я включил, дотронулся до него, раз, и все. Я красивая, все, замуж выйду. Не работает система. Со мной придется трудиться. Моя мама сейчас в депрессии, пьет. На, все это я уже почитал. Идемся вперед. Моему отцу 60 лет, и с нового года уходит на пенсию. Он чувствует, что ему тяжело. И он говорит, что может умереть. Не умереть и уйти из жизни. Он очень творческий, надеясь, что будет все хорошо. Конечно, будет все хорошо. Все уйдем из жизни. Он может чувствовать свою смерть. Конечно, может. Почему не может? Знаете, вот какие-то вот иллюзии какая-то. Олег Геннадьевич, скажите мне, пожалуйста, что мой отец будет жить вечно. Конечно, он будет вечно жить, как душа. Но в этом теле придется из него уходить скоро. Из этого тела. Ну не в 60, ну в 65. Ну не в 65, ну в 70. Ну какая разница? 5 лет больше, 5 лет меньше. От этого ничего не меняется. Все равно придется расставаться с отцом. Все прямо замерли, да? Девушка симпатичнее пошла за физку. Ничего не поменяется, понимаете, от этого. Ну 5 лет больше, 5 лет меньше. Ну какая разница? Просто поймите этот факт, что вы переживаете не от того, что отец уйдет из этой жизни, а от того, что вы для него не все сделали в своей жизни. Я проанализировал, многие люди мне говорили свои переживания при уходе от родственников. Я все эти переживания проанализировал и сделал вывод, что люди переживают не потому, что родственники ушли из жизни, а потому, что они для него что-то не доделали. Вот все люди плачут, почему ты так рано ушел, я еще не смогла как бы сделать то, что я должна для тебя сделать. Так делайте. Прямо сейчас начните молитву, начните прощать, прощить прощение человека, начните с ним внутренние отношения. Знаете, чего нам не хватает в жизни, в отношениях? Вот между сердцами нет связи, между сердцами нет связи. Понимаете, мы бла-бла друг с другом, а вот в сердце мы не устанавливаем отношениями. А именно вот эти отношения в сердце дают чувство вечности в отношениях. Вот если человек уходит, вечность остается. У меня недавно друг один, которым я духовной практикой месяц и 20 лет занимался, ушел из жизни. У меня не было печали, пасти. Было чувство просто, что он пошел туда, куда надо, что я счастлив из него. Понимаете, я чувствую вечную связь, я от него получил благословение, почувствовал силу. Будто меня наполнила вот эта вот сила, что он благословляет меня сейчас оттуда, куда он уже пришел. Мне туда еще предстоит прийти, а он уже там. И он мне благословляет этой силой. Я вот это почувствую. Почему так тяжело разлучаться? Потому что первое, что мы не знаем, мы не разлучаемся. Мы остаемся вместе на тонком плане. Второе, что мы не знаем, что наслаждаться папой придется закончить. А папой вообще не надо было наслаждаться, надо всю жизнь было молиться за него, служить ему. И тогда связь остается, остается счастье от папы. А если папа пошел вниз, то вы этой молитвой вытянете вверх. Понимаете? Не надо беспокоиться об уходе человека. Надо беспокоиться о том, что мы не все сделали для него в своей жизни. Но не замужем. Когда прихожу в дом будущему мужу, меня все там отталкивает, раздражает. Может быть, это знак того, что это та семья не для меня. Ну вот почему вот с молодым человеком вас ничего не отталкивает, когда в дом к нему приходит, вас все отталкивает. Почему так? Потому что женщина, она метит территорию. Ее не отталкивает только у себя дома. В других местах ее отталкивают. Потому что там немое, понимаете? Но чтобы вас не отталкивало у него дома, вы приходите домой к нему. Встаньте как мыши. Скажите его маме, я хочу помогать. Дайте мне что-то делать. Вы не думайте, отталкивает вас, не отталкивает там, а просто я хочу помогать, я хочу делать. Дайте мне что-нибудь постирать. Дайте мне приготовить, я хочу что-то делать. Вы хотите? Видите, она уже хочет что-то делать. Все, мы победим. И когда женщина начинает служить семье мужа. То дальше, что происходит, лед тает. Вот та сила, которая для нее была чужой, она становится родной. Она приходит, там служит обо всех, заботит всех, слушает. Мама говорит, она такая, да. Всегда согласна. Даже если не согласна, в сердце ничего страстного. Главное отношение, а не принципы. Есть три типа людей. Первый тип людей – это человечные люди. Для них отношения выше принципов. Второй тип людей – идеалисты. Это те люди, которым принципы дороже, чем отношения. Вот, допустим, я с мамой не согласна, значит, я кивать ей не буду. Почему мы маме киваем? Потому что мы ее уважаем. Согласна, мы не согласны. Да, мамочка, я буду стараться. У меня уже другие взгляды, но ничего страшного, я буду стараться. Что получится, уже другой вопрос, но я буду стараться. Я согласна, я. Я человек за, я не человек против. И трех тип – это пофигисты. Это люди, которым все равно. Вот он не человечный, не принцип. Ему наплевать на это просто и все. Ты его спрашиваешь, как мне жить, мне Богу верить или нет? Я не знаю. Сама дышать. И все равно. Пиво хочешь – да. Думать хочешь – нет. Понимаете, вот это уже третий тип. То есть есть люди в благости, это человечные люди. Есть люди в страсти. Для них принципы важнее людей. Для нас главное – быть вегетарианцами. Не будешь их уматывать. Все, это страсть. Принципы важнее. Человека любить не можем, любим принципы в нем. А невежество означает, не по барабаму, как ты будешь жить. Каждый день в костель ложишься со мной, а там где ты хочешь. Понимаете, это невежество. Так ли важно для женщины искать свое предназначение, если оно не найдено? И если муж, семья и дети важнее, однозначно. Лариса. Лариса. Все правильно вымыслите? Молодец. Надо сначала настроиться на семью. А потом, дальше, работа сама уже найдется для женщины. Это не проблема. Вот как вы думаете, почему женщина, уча в школе, легко осваивает все предметы? Вот она учится, ей не трудно. Математика, физика, химия. Она пятерки получает. Легко осваивает. Женщине легче учить, чем мужчине. Почему так? Как вы думаете? А? Да, потому что это не важно. Вот мужчине тяжело учиться, потому что он там должен дерзать и побеждать. Мальчик рождается каким? Он ничего не понимает, что здесь происходит. Ему надо победить этот мир, познать. И поэтому у нее творческий потенциал просто ставит, что ничего не соображает, но надо понять. А девушка рождается, девочка маленькая, как лет, она все знает уже. Он говорит, ты знаешь, как папа сидит, да, бабушка, да, у тебя какая семья будет хорошая, у тебя детей? Ну, ей пять лет всего, она все знает, что у нее будет уже жить, все знает, девочка. Она все понимает, все видит. Мальчик совсем по-другому высыпь. Кучу-кучу. Брать хочешь? Ну, беги. Все. Сестренка играл все сегодня? Сестренку любишь? Ничего не знает. Девочка все знает уже с пяти лет. Кого она любит, кого не любит, с кем играл, с кем не играл, и все знает. Зачем? Почему так? Потому что девочке не нужно развиваться, ей нужно сохранить то, что есть. Ей нужно в любви углублять свою силу, понимаете, в любви. А мальчику нужно развиваться, ему надо постичь. Поэтому, смотрите, в 20 лет мальчике уже разумнее, чем девочке становится. Потому что они все время дерзают, добиваются. Девочка должна сохранить себя, она должна сохранить себе чистоту. Она не должна ходить с мальчиками и там, и с этим с ними по углам заниматься. Она должна сохранить себя. Не отдавать никуда, не растратиться, понимаете? Поэтому женщине нетрудно найти себе работу, когда она замужем. Она замужем точно так же, как ей нетрудно учиться. Ей потом нетрудно будет найти себе работу, потому что это для нее не главное. Просто нашла и работает где-то, и все, и нормально. Проблем нет. Но когда она не замужем и ищет себе работу, Бог ей показывает, это не твое направление и не дает ей никакой работы. Она убивается, упертая. Вот если, допустим, в стену сейчас пойти, вот так, башкой. А люди, Геннадий, семь лет уже в стену бьюсь, что-то нету прохода. Ну, Бог тебе говорит, ну, дура, не твое это. Найди себе, ты скоро вообще рожать уже не сможешь. Найди себе быстрее мужа. На шопы, там, детей. Пять. Вот, а потом дальше, что хочешь делать, там, работать, не работать, что там, повязала носочки, там, еще что-то, твои же дела. Занезнись главным для себя, жизнью. Ну, вот мне женщина там, не, я не могу. Прочно, можно, мы все сделаем, я в гимнале. Я говорю, ты замужем или нет? Нет. А что не, это, не хочешь замуж? Нет никого. Викона не появится. Я хочу устроиться на работу. Бошку не отбила еще об стену? Нет. Ну, давай вперед дальше, лупись. Бог говорит, не будет у тебя никакой работы, тебе надо замуж, рожать быстрее надо. Сколько рожалка сломается. Не сможешь рожать, будешь выть, как в облах. Молча. Я мечтала стать режиссером. Я знала, что у меня есть к этому способности, огромное желание. Меня не пугают трудности этой работы. По сути, я буду заниматься своим хобби и работать. Насчет цели моей деятельности, я вижу то, что, несмотря на мои фильмы, будут менять свое сознание и жизнь у людей в лучшую сторону. Это ДТТ, я замужествую. В общем, дело в том, что у меня есть молодой человек. Так. Он говорит, как и я, мы учимся на одном курсе. Всего. Главное остается жить, строить карьеру юриста. В его планах. Мне кажется, что эта профессия ему очень подходит. Так. У нас все хорошо. Так. И что дальше? Так, пить. Питерин. Позже, что искать. Фильмы. Что это такое вот тут? Ну, это знаете... А. Посоветую, что делать в этой ситуации. Да. Если у вас выбор между работой и любимым человеком, надо выбирать любимого человека. Все. Надо было покороче написать вопрос. Ни разок одна женщина прием пришла, и она начала мне рассказывать, как у нее жизнь складывается. Все, как у меня пришло, начала рассказывать, рассказывала, рассказывала. На консультацию пришла ко мне. Нет, думаю, у меня вообще ничего не спрашивают, я просто молчу, киваю, как-то так. Консультация идет, дальше движется, киваю. И просто общаться, видимо, местами, договорить местами. Она мне рассказывает, консультация идет. И не заплатила, главное. Ну, раньше такие консультации проводили. Нет, не заплатила деньги, просто консультация. И потом раз, она такая остановилась, такая так... Какая смотрит на меня, такой взгляд, уже такой успокоился, так спокойно смотрит. Олег Геннадьевич, я лучше собеседников жизни своей не встречал. Спасибо вам большое за вашу заботу. Мне все понятно стало, так хорошо. Пошла. Похоже, где-то другое нужно было. Я ни одного слова не сказал, я ни нагрота не открыл. Так зовут меня Татьяна. Потять много слов. Ага, вот она говорит, у меня там сработает то-досье, и пятое-десятое, и там и то, и все, и так было, и так. Теперь замужество как-то не получается. Опять из-за меня. Хотя... Понимаете, вот тут у тебя много слов всяких, но идея такая. Замужество на втором месте. Надо просто поменять это. Надо начать думать о семье, а не о работе. И тогда все встанет на место. Потому что силы вы в это не вкладываете, не получается. Почему? Потому что к мужику же надо привыкнуть. Вот смотрите, как девушка знакомится. Она симпатичная. И нравится, да? Парню нравится. Что такое симпатичная красота? Это как червячок на крючке. Канажилочка. И девушка рыбачит. Она ласки строит, такая. Ходит рыбачить. Раз, клюнула. Хороший парень. Клюнул. Но у женщины как работает психика? Она не может сразу, и сразу я твоя. Понимаете? Она смотрит за ним, наблюдает. Почему? Потому что это он привлекся ей. Она просто открыта, потому что она замуж хочет. Привлекайтесь, пожалуйста, кто хочет. Нет проблем. Она открыта для взглядов. И готова улыбнуться. Вот говорит, да. Я готова, да. Пожалуйста. Что дальше? Вот. А дальше, если он как бы развитый человек, начинает добиваться там и так далее, стражается за нее, доказывает, что он хороший человек, все, готов, она наблюдает за ним. Но когда она наблюдает, она должна давать ему возможности дальше добиваться, дальше общаться и так далее. Но если женщине нет сил, она в работу вся погружена, то ее начинает это раздражать, потому что постепенно же больше внимания надо на него уже уделять, больше изучать его, а сил нет. Она думает, вот если мой человек, сразу раз и все, а ей сразу раз и в постель, и все. Нет, и сразу все. Надо изучить человека, понять, взвесить все. Это надо, силы надо тратить. Женщина не может сразу раз и привлеклась к человеку. Она изучает, смотрит, ждет. Но для этого надо вкладывать туда все силы. Все силы туда вкладывать надо. А если ты силы туда не вкладываешь, оп, не получилось что-то опять. А у меня работа такая, Олег Геннадьевич. Вот надо переключаться на семью, хватит уже балдует. Работа, работа. Работа до пенсии можно так. Ты все пела, и это делает. Теперь возьми и попляши. Надо настроиться женщине серьезно в жизни. Настроиться на личную жизнь, и хватит вот это все. Мой человек интересуется, изучайте, общайтесь с ним, развивайте отношения, трудитесь над ним. Туда надо вкладывать силы. Если короткий вопрос, значит разумный человек пишет. Если длинный, значит неразумный. Потому что человек, который не может оформить свой вопрос, значит он сам не понимает, что он хочет. Он хочет, чтобы я понял. Не понял. Нужно ли помогать парню найти себя? Парень моей сестры уже три года не может найти работу. Парень моей сестры. Они встречаются пять лет, не женатые. Не женатые являются ли парни? Парень, а не муж. Почему он говорит, а не муж? Там есть еще муж, что ли? Не знаю, не так ответить. Мне бы просто взрываться. А, все, все, понял. Парень, а не муж. То есть она должна всю жизнь с парнем жить, а не с мужем. Я понял. Нет. Надо испытывать человека, надо ставить ему условия. Не надо пять лет вообще встречаться. Это бесполезно. Надо мужчину воспитывать, когда он еще не женился. То есть мужчина же что хочет? Секса он добивается, а женщина секса. Пока он не добился, ему надо ставить условия. Он может поменяться, как хочешь. Вот пока он не добился секса, надо с ним встречаться. Я хочу с тобой быть, я тебя люблю, хорошо. Брось курить, докажи, что ты любишь. Бросил. Брось пить, брось то, брось все. Все будет бросать подряд. Но если он не любит, ему это сильно не надо, он просто уйдет и все. Надо условия ставить. Не выполняются условия, до свидания. Почему женщина пять лет встречается? Потому что она не развита, как личность, она зависит от мужчины. Она села ему на крючок. Почему? Потому что она не молится, у нее нет контакта с Богом, она не наполняется от Бога. Ей хочется наполняться от мужчины, поэтому она зависит от человека, который не берет ее замуж, просто эксплуатирует. Сексом позанимался, пошла вон. Называется эксплуатация женской красоты. С каждым сексом у ней красоты меньше и больше привязанности к нему. Возможности освободиться от этих отношений, меньше с каждым сексом. Вот это вот называется рабство уже. Она должна от Бога питаться силой, а от мужчины просто просить выполнения обязанностей. И все. Не хочешь замуж меня брать? До свидания. Я не могу от него избавиться. Я о нем думаю. Значит, ты не Богу поклоняешься, а мужику, который тебя эксплуатирует. Все. Начни служить Богу, установи правильные цели в жизни. Мужик отвалится сам, ненужный. Понятна система? Опять все то же самое. Начни духовную жизнь, легче станет управлять своей судьбой. Никто тебя не будет мучить. Как понять свою природу? С какой сферой работать? Я уже говорил много раз на эту тему. Понять свою природу можно, только если ты занимаешься духовной практикой, развиваешься как личность. Иначе понять невозможно. Я с моим мужем и детьми живу в маленьком городе. Его родина. Хотя мои родители в ее живут в руке. Я сама за 10 лет совместной жизни не могу привыкнуть к этому городу. Как убедить мужа переехать? Понимаете, у женщины такая штука есть внутри. Она очень сильно зависит от места, в котором она находится. И очень сильно страдает там, где ей не подходит. Она вплоть до того, что она готова всех порвать. Если она живет там, где ей не подходит, она мучается очень сильно женщиной. Потому что она с местом связана сильно. Мужчина с деятельностью связана, работа есть, значит, счастлива живем в городе. А женщина связана с местом, в котором она находится. И работа уже ни на втором месте у нее стоит. Место означает дом, квартира, в которой она живет. Если ей там плохо, то ей там очень тяжело. Есть два варианта. Или она привыкнет к этому месту и понравится, что тоже бывает часто, или она переедет. Но что надо сначала делать, чтобы это произошло? Надо, чтобы ее карма стала легче. Как облегчить карму? С помощью духовной жизни. Понимаете? Духовная жизнь повышает уровень жизни. Люди в невежестве только страдают. Люди в страсти дергаются, пытаются поменять свою жизнь искусственно. Люди в благости, в результате очищения сознания, получают удачу в жизни. И жизнь их налаживается, само собой. Понятно, да, системно? Надо повысить свой уровень жизни, духовной медицины, нематериальной. Вот вопрос мой немного не в тему лекции. Я больше четырех лет не могу забеременеть. Значит, вам надо лечиться. Хотя с медициной, точной точки зрения, у меня и мужа все хорошо. Медицина не всегда понимает точно, женщина бесплодна или нет. Потому что бесплодие может быть на тонком плане. Приезжайте к нам, лечитесь у нас в центре. Многим женщинам уже помогли с бесплодием. И многие уже забеременели. У нас был случай, даже одна женщина, у нее было месячных вообще даже. Не была ни на реле. И она жила с мужем, и там вообще беременности речи даже не шло. Мы сначала ей вылечили, и у нее пошли месячные, но она не могла еще забеременеть. Потом она еще курс прошла. Потом третий курс, на третий курс она забеременела уже. А потом она еще носила кору ветки и камни для того, чтобы выносить ребенка. Потому что у нее постоянно трудности выношения были. Она выносила и родила. Это женщина из религии. Понятно, такое даже бывает. То есть, когда совсем уже ничего, и все равно помогает. Надо просто искать своего врача. Если к нам дорого ехать, здесь травмных врачей ищите. Врачей, которые лечат йогой, лечат постами, налитвами. То есть, есть разные методы, которые помогают человеку. Природные факторы лечат. Лечит лес, лечит солнце, лечит движение, лечит травы, лечит деревья, лечит духовная сила человека. Вот ищите таких врачей. Таблетки не лечат. Понятно? Да, таблетки просто поддерживают то, что есть. Что мне нужно делать, если муж отказывается воспитывать сына в 12 лет? Мужу не хватает знания и терпения. Сын не хочет жить с отцом. Опять то же самое. Уровень жизни семьи неуправляемый. Это невежество. Надо повышать молитву и уровень жизни. То есть, надо очищать атмосферу. Атмосфера очистилась, совесть появилась у сына, совесть появилась у отца. Понимаете? Бессовестная жизнь означает неуправляемость. Нет Бога в жизни. Не хватает энергии. Почему в комнате темно? Потому что нет света. Надо включить электричество. Нужна энергия из вне. Понимаете? Комната сама не озарится светом изнутри. Нужно ее включить. Если нет лампочки, крутите лампочки. Понимаете? То есть, нужно подключиться к источнику. Нет источника, нет силы. Все будет, значит, страдать. Я хочу сидеть дома, работать по дому для семьи. А муж гонит на работу. Это то же самое. Нет знания у мужа. Значит, не хватает духовной силы. Как быть опять? Видите, люди хотят решать ситуационную проблему. Как вкрутить в мозги мужу идею, что я должна сидеть дома? А никак не вкрутишь. Потому что мужики в невежестве гонят женщин на работу. Мужики в страсти, как бы они думают о ситуации. А мужики в благости всегда жен оставляют дома, чтобы они сидели с детьми и готовили. Понимаете? Когда повышается уровень развития семьи, меняется ситуация, и мужчина по-другому начинает себя вести. Это искусственно не сделаешь. Я не могу мужу вашему включить краник такой, и он начал думать по-другому. Это не работает. Если мне нравится организовывать людей и открывать им что-то новое, какой из четырех категорий можно отнести? Это знания. Люди первой категории. Те, кто дают знания, открывают новое что-то. Сердце людей. Видите, записка в свернуто восемь раз. Значит, секретная. Я хочу... Я жду детей. А, я учу детей рисовать в изо-студии. Я стараюсь собирать две группы отдельно для девочек, для мальчиков. Молодец. Можно ли совмещать процесс воспитания и обучения рисованию? Можно и нужно. Если да, то как это можно организовать? Нужен ли разный подход для девочек и для мальчиков? Нужен, да. Все это хорошо. Как вовремя обучения воспитывать хорошее качество личности? Поймите, что вы сейчас мне задали вопрос не по назначению. Эта женщина, девушка, написала, она должна была меня спросить, Олег Геннадьевич, я вот только об этом думаю. Это хорошо или плохо? Это плохо. Потому что на первом месте должна быть мысль о семье. А потом воспитывать девочек, мальчиков, там, кого хочешь. Потому что можно довоспитываться и остаться вообще одна. Начало мысли о семье. Если энергия идет не в ту сторону, значит высохните и станете несчастной, больной и холодной. И бесплодной. Вот о чем надо думать любой девушке. Если вы считаете, что вы слишком молодая для замужества, то вы ошибаетесь. Девушки должны замуж выходить от 18 до 25 лет. А если они выйдут в 15, то тоже нормально. Тоже нормально. Понимаете? Это лучше, чем в 45. Каково предназначение нашей истинной души? Нужно ли искать определять предназначение в социуме, если осознаешь свое истинное предназначение, куда идет духовный путь? Мощный вопрос. Если вы реально и осознаете свое духовное предназначение, вы чувствуете себя душой, это значит, что вы не интересуетесь ничем мирским. Вас не интересует ни слава, ни деньги, ни женщины, ни мужчины, ни семья. Вас не интересует работа. Вы думаете только о Боге. Вы чувствуете себя вечным. Вы знаете, что вы никогда не умрете. Вы чувствуете, что вам надо заниматься, искать любви к Богу, то есть учиться духовной практике. То вам надо заняться своей деятельностью только духовной жизнью. Если вы семейный человек, то вам надо при этом где-то работать ищутся долго, но при этом постоянно заниматься духовной практикой и жить по минимуму, на минимальные средства. А если вы не семейный человек, у вас такое действительно в сердце сила такая духовная, вам надо идти в монастырь и заниматься там только духовной практикой. И вы будете счастливы тогда в своей жизни. Но то, что я сейчас сказал, я ставлю только 5% на то, что этот человек действительно такой, который написал эту записку. Это очень редко бывает. Из 10 тысяч только один человек способен так мыслить. Все остальные люди должны просто идти обычным путем. Работа, семья и развитие духовное. Понятно, да? Но кто-то должен идти в монастырь. Если у него сердце уже открыто, я вам сейчас приведу пример. Мы, когда ездил в Индии, обучался, у меня было несколько ребят в шафрановых одеждах. Они обед безбрачия соблюдали в это время. Ну, не значит, что человек всю жизнь так будет. Но тогда они соблюдали обед безбрачия. К нам подошел один мальчик, индус. Он учился где-то в 5-м или 6-м классе в школе. Он подошел к нам, такое серьезное лицо, такое, знаете, как святой такой, хотя ребенок. Он такой подошел и говорит, вот вы в красных одеждах, а я всю прошлую жизнь проходил в красных одеждах. Но к старости, ну, как бы к зрелом возрасте уже преклонным, я привлекся женщиной и начал жить семейной жизнью. Поэтому я опять родился, как бы, здесь на земле и попал вот в семью и в школу сейчас хожу. Но когда я выучусь в школе, я стану монахом. Мальчик нам такую вещь. Давно он рассказал, мы просто ахнули. Мы увидели, что перед нами вот такой необычный человек стоит, который редко встречается на этой земле. Ничего не интересует. Он говорит, мне ничего не интересует. Вот эти дети для меня как чужие. Я думаю только о Боге. Все, меня больше ничего не волнует жизнь. Я хочу только духовного развития. Я не вижу никакого счастья в том, что здесь происходит. Потому что я вижу, что люди просто зря тратят свое время. Они не тратят время на главное. И поэтому зря тратят время своей жизни. Они просто делают тупо их жизни в жизнь одной и той же. Рожают детей, работают и пытаются как-то побеждать судьбу в этом направлении. Хотя они не понимают, что животные занимаются тем же самым. Они роют норки себе, они находят себе самку или самца, рожают детей и потом помирают. Это не цель человеческой жизни. Человек рожден для того, чтобы почувствовать себя душой. Понимаете? Для того, чтобы почувствовать важное, что-то возвышенное в жизни. Для того, чтобы вечность почувствовать, вечное отношение, вечную любовь. Победить в себе корысть. Понимаете? Вот для этого рожден человек. И когда человек этим начинает заниматься, счастье бесконечное он чувствует в своей жизни. Бесконечное счастье, которое нам даже и не снилось. И счастье может другим людям раздавать бесконечно так же. Такой человек. Он становится источником счастья. Пока корысть в нашем сердце живет, желание обустроиться как-то в этой жизни, мы будем строгать. Муж решил со мной развестись. Детей нет. Не уверен, что хочу, чтобы он вернулся, хотя скучаю по нему. Молюсь о том, чтобы Бог управил все так, как лучше для обоих. Нужно ли ставить срок? Да, нужно ставить. Ждать его, да, ждать. И как себя вести, если мной интересуются? Пока не надо с кем связаться. Смотрите. Сейчас объясню. Муж ушел. Женщина связана с этим человеком или нет? Связана. Где она связана? В сердце. То есть ее сердце, ее водоемчик заполнен, да? Кем-то. Ей интересуются. Это значит, этот человек будет связан с сердцем или нет? Который интересуется. Новый. Нет, место уже заполнено. С чем он будет связан? Он будет связан с нижними центрами. Он с тобой просто сексом будет заниматься и все. Это не твой человек. Это тот, кто хочет использовать свою железную красоту и все. Когда твой человек придет, когда ты с этим вопросом решишь, надо сначала молиться и решать. Или вернемся опять в отношения строим, или уже Бог решает, что мы не будем вместе. Потому что кто человеку в сердце помещает? Я или кто-то другой? Это Бог человека помещает в сердце. Если в сердце один человек есть, куда другой зайдет, женщина? Нет. Это невозможно. Вот это есть ответ. Надо просто дальше продолжать пытаться решить эти отношения. Когда сердце вернется, человек будет хорошо. И сердце успокоится. Или ты сдашь экзамен. Или уже все. Бог решит, что вы не будете вместе. Тоже сердце успокоится. И тогда придет уже тот человек, который тебе другую семью будет с тобой создавать. Но когда приходит человек промежуточный, когда у тебя не решен вопрос, а он лезет в отношения, это не тот человек. Это обман. Это человек испортия жизнь. Это не тот человек, который тебе поможет. Понятно, нет? А если цветок не расстрелился? И вот уже пенсия. Вся трудовая деятельность прошла с целью выживания, вырабатывания денег. Что тогда? Спасибо за вопрос. А тогда садитесь перед святостью и молитесь. Вам не надо больше ни о чем думать. Если человек десятилетний рубеж прошел, и он чувствует, что как бы уже все это не нужно особо, он должен посвятить оставшиеся годы своей жизни Богу. И тогда он свою жизнь в полной степени наполнит тем, чем его нужно наполнить. Даже хотя бы просто высшую цель жизни человек осуществляет, все остальное не имеет для него слишком большое значение. Все цели жизни, которые стоят ниже, предназначены только для одного, чтобы мы больше времени и сил уделяли этой высшей цели. Все остальное второстепенно, потому что вы со своим мужем в следующую жизнь не уйдете. Как приходим одни, так и уходим одни. Денежки с собой в чемоданчики не возьмете в следующую жизнь. Как приходим без денежек, так и уходим. Квартиру не возьмете с собой. А духовное знание возьмете. Все, что вы в душе своей скопили, все с вами останется в следующей жизни. Все, что вы скопили снаружи, до свидания. Поэтому воистину разумный человек и богатый вкладывает в духовную силу свою, и это с ним остается в следующей жизни. А тупые люди думают только о том, что они потом быстро потеряют. Разумный человек всегда вкладывает в душу, в душевную силу, и потом бог ему это все показывает и доказывает. Разумный человек начинает чувствовать свои прошлые жизни, начинает чувствовать следующую жизнь, начинает понимать, что это все не зря. Бог открывает все, понимаете? Бог открывает человеку всю судьбу, все, как происходит и зачем. Начинает видеть жизни людей, кто напрасно живет, кто не напрасно. Все раскрывается перед его глазами, когда человек молится Богу, он постепенно начинает трезветь. Все, что происходит в этом мире, для него раскрывается в полной степени. Он начинает видеть то, как правильно жить, и то, как неправильно. Когда люди глупостями занимаются, когда нет, и так далее. Все это раскрывается перед его глазами. И вина спадает. Потому что есть пять уровней развития сознания. Первый уровень — сознание. Сон со сновидениями, растительная жизнь. Просто сон. Нет жизни. Дерево просто сит. Дальше. Сон без сновидений — это первый уровень. Сон со сновидением — второй уровень. Животная жизнь. Собака уже осознает, что она живая, но врубиться она вообще не может. Она иногда гавкает даже на своих хозяев. Она не ориентируется в обстановке слишком сильно, понимаете? Затуманенное сознание. Дальше. Пробуждающееся сознание — человек, который работает, семью создает, себе что-то наживает, и не врубается, что скоро помирает. Он не думает вообще об этом. Он просто живет сейчас тем, что Бог сейчас дал. И все. Это пробуждающееся сознание. Пробудившееся сознание. Когда человек понимает, есть следующая жизнь, надо работать над собой, надо развивать веру, надо искать свою религию, надо честные отношения в семье строить, надо найти свое предназначение, надо жить правильно, в правильном ключе, режим дня соблюдать, питаться правильно, способности жить, просить прощения прощать, учиться быть здоровым, не болеть, не запускать болезни, потому что это тоже невежество. Когда человек очищает свое сознание, он вот так живет правильно. Называется пробудившееся сознание, но еще бодрое сознание. Бодрое означает, что человек сзят. Вот именно таким людям с бодрым сознанием надо и привязывать свою судьбу. К чему привяжешься, таким и станешь, еды говорят. Вот привязался, поверил в святого человека, сам станешь святым со временем. Откуда энергию берешь, таким и становишься. Продолжение следует...